Так, мы едем на паром, паром у нас будет Таллинг, который идет 2 часа, да? На Таллинг и да, вот не знаю, экспресс не экспресс у нас, экспресс это 2 часа, не экспресс это 2,5 часа, вот что-то мы не помним этот момент, но как-то кажется, что 2-х часовой. Так, и вот так, покажу, бежаем, а когда вы пешочком идете, вот так вот через терминал сразу заходите в этот, вот туда по трупе, прямо в дверь наверх, на верхнюю палубу, а на машине, конечно, будете заезжать туда вот, как это называется, в подвал, в грузовой трюм для машин, и вот тут вот. И потом подниматься ножками наверх, или налить. Здесь выдают личную карту с обратной стороны, имя, фамилия и все остальное, так, и с ней выходите везде, где только можно, так проходите. Можно брать каюту, например, и будете тогда ночевать, но тут, правда, в 6 утра уже выселяют из каюты, это слишком рано, а на машину дали вот такую вот табличку, все, она показывает. Мне тоже так кажется, да, похоже, моя последняя, потому что машина, да, уезжает, вот там сзади, которая охраняла, и сейчас у нас закрываться будут, и все, то есть, как только погрузка идет, обычно все выходят, и все, и поехали, может даже раньше он отплывать, так что у нас должно быть 6.15, сейчас 5.57, все загрузились, мы наверх. Вот покажу, там сзади, вот, видно, не видно, он закрывается, опять мы самые последние, надо было чуть раньше подъехать, потому что было уже такое, мы загрузились, как-то все подряд заехали, и сразу он отъехал паром, то есть они смотрят, чтобы все, кто купил билеты, погружались. Так, нас проводили, в общем-то, поехали отдыхать. Я тут шопиться буду, я люблю шопинги, потому что здесь 2 часа делать нечего, кроме как по магазину ходить. Здесь дьюти-фри, здесь цены ниже. Вот мы вышли в задние двери, и Руди сказала, что если ты устал, платишь 25 евро, и в каюте лежишь 2 часа отдыхаешь, пока едешь. Так, мы уже отпустили, в общем, сразу, как только мы сели, все сразу поплыли, так, весела каталог, через полчаса откроется и парфюмерный магазин, и дьюти-фри, который, одежда, короче, потому что надо, чтобы мы от берегов отплыли, достаточно. И супермаркет там какой-то тоже откроется попозже, такая солнышко красиво. Так, Руди, как обычно, на десяточку хочет поиграть. Ну что? Давай. Он, правда, не хотел здесь в этих автоматах. Говорит, они старенькие какие-то. Он все-таки решился здесь, да? А, это вот тот, который мы выиграли с гуслями. Нет, или? Нет, мы в этом, нет, нет, в этом мы не выиграли. Ну, давай, десяточку мы все время выиграем, проигрываем. Македония. А даже интересно потом посмотреть, где же мы так выиграли, на каком, на какой игре, помнишь, тогда? Надо будет в старые ролики зайти и посмотреть. Мне кажется, не здесь все-таки, да, здесь мы проиграли тогда. Ну, чуть-чуть поиграю, потом на что-нибудь другое. Ну, а сразу мы выиграли рубль двадцать. Да, восемьдесят центов стоит вход. И как-то, мне кажется, быстро мы тут все спустим. Тоже тут пятьдесят пять центов, поигрыш, да? Ноль. Так, где у нас вообще баланс-то показывает? А, вот семь семьдесят пять. Сейчас. Да, что-то неинтересно. Вот такие, если я лица выпаду, то там, да, да, да. Не, не, на этом, по-моему. Ах ты, и что? И ничего, просто... О, не. Кое-что дает, да. И что он дает? Какой-то выигр, серьезный. Пять евро. Пять евро. Двадцать центов. Нам дал доигрышное. Ну, а тут какие-то копеечки, да, евро выиграешь. Два-три раза проиграешь. У нас два-трицать пять осталось. Не, какая-то игра неинтересная. Мы больше не будем в такую игру играть. Какая-то убыточная. О, тут что-то вышло. И стою. Евро шестьдесят. Ну, это на два хода. Ну, так, все уже, да. Еще один ход, и все. Видишь, нам даже не хватает. Там восемьдесят центов надо у нас. Ну, все, кредит ноль. Все. Как раз дает еще, но он может съедать пикист. И все. А, нет, что-то нам набежало. Набегает на два раза, да? Ну, такое себе, да. Чуть-чуть дадим вам поиграть подольше, и все. Да, и все. Все, мы проиграли. Так, вот здесь можно выйти и сидеть на улице. Какая красота. Мы решили подняться еще на этаж повыше, хотя можно еще выше. Эстонский фланг. Вот там вот, видите, шлюз поднят. У нас машина вот там вот внизу как раз. Да, сегодня нету никаких волн. И вон в Хельсинки. Мы отплыли. Видим, красиво очень. Да, практически стиль. Но я не знаю, как будет там дальше. Это здесь мы пока вдоль берегов плывем, здесь такого нет. Но мне кажется, сегодня не должно волноваться, потому что вот там немножечко туман такой виден. Вот такая красотища. Летом вообще волшебно, конечно. Да, выходить, смотреть. Супер. Да, 18-м отболе. 23 минуты мы так-то укажем час. Курц. Так, хотите, прикол. Рудольф пошел заказать себе гамбургер. Ну вот я вот сижу вот здесь, вот здесь гамбургеров нет. Я просила его яблочко взять. Так, я занесу, это у меня парфюм я тестировала. Я вам потом расскажу. Так, короче, пошел за гамбургером. И, говорит, на 15 евро все-таки не удержался, пока ждал, играть начал. И выиграл 179 евро. Руди вообще молодец. Как не уйдет, что-нибудь выиграет. Пошел сейчас забирать. Принес мне эту бумажку и пошел забирать гамбургер. Так, а до этого я купила себе вот здесь вот футболку. Томми Хиллфигерса от 40 евро. 39,90. Руди купил себе за 8 евро носки. Вот такие вот носочки за 8. 8,99 евро он купил. Так что, вот, это наши мелкие покупочки. Значит, насчет парфюма я тестировала новый аромат. Здесь это Олимпия. Сейчас я вам оставлю видео. Так, здесь вот сейчас по Курабан новинка идет флора. Здесь стоит 89 за 50 миллилитров. Она прям с перчиком такая. Ух, ну, Солар. Да, Солар у меня есть. Блосса мне не очень нравится. Олимпия классическая. Нет, а этот прям интересует. Так вот, девчонки, он с перчиком. Он просто обалденный, вкусный, шикарный. Мне он очень понравился. Я не буду брать здесь, потому что здесь 50 миллилитров. Хоть и без налога, но все равно. А я хочу 30 миллилитров. Очень прекрасный аромат. Олимпия даже не знала, что новенький вышел. Так что, только прям... Я еще на руку брызнулась, да. Просто сказка. Так что, я думаю, что я буду покупать его. Мы сели в машину. Все, уже приехали. Паром идет 2 часа. Ой, нет, пардоньте. Он не 2 часа идет. Он 2.30 шел все-таки. Просто так время быстро пролетело. Потому что отъехали мы в 6 часов, а сейчас 8.33. То есть, это был не экспресс-фаром. Я знаю, что на нем точно не плавала. Хотя уже много раз плавала на разных фаромах. И мне понравился. Мне понравился магазин. Очень неплохие сумочки были, но маловато. Ходила, смотрела сумки. Очень много сумочек хорошеньких, таких симпатичных. Не стала снимать, потому что сегодня, так как Пасха, да, еще раз повторюсь, сегодня очень много народа. И во всех магазинах много. Просто ты стоишь, тут же кто-то подпирает. Снимать как-то не очень прилично, когда люди вокруг, да. Людей снимать как-то не очень хорошо. Так вот, ну не знаю, может некоторые блогеры, конечно, не стесняются. Я стесняюсь, мне неудобно. Поэтому, учитывая, что мой канал бесплатный, поэтому смысла не вижу. Там снимать людей, так этим в лесу, еще там как-то что-то, может быть, от них... Ну, конечно, люди тактично ничего не скажут, но по взгляду иногда понятно, что ты тут снимаешь, я тут стою, да, не хочу, и что ты меня тут снимаешь. Ну, типа того. Вот, поэтому не собираюсь. Ну, в общем, короче, я поэтому не сняла сумочки, из-за того, что просто мы стояли втроем с девушкой вот так вот на полочке все перебирали. Мне понравилась одна синенькая, но мне не понравился этот, у нее, как-то сказать, ремешок тонкий слишком. Вот как сумки Афина, вот тонкие ремешки, вот все портят, да, называют сумки неплохие, но вот эти вот тонюсенькие такие впиваются, естественно, в плечо, даже все она тоненько. Ну, вот минус. Другая сумка мне очень понравилась. Слушайте, на скидке, на сумке скидки были 50%. Вот очень классно, когда сумка стоит, например, там, 150, по факту, ее стоимость будет, там, 70, да, евро. А сумки хорошие, фирмы были очень хорошие, которые, там, ну, то есть сначала базовая цена 300 с чем-то, потом что-то, я не помню, фирмы, но там такие нормальные фирмы были. Потом что-то цена, там, другая, а потом от нее еще 50%. Так вот, и та сумочка, которая мне более-менее понравилась, у нее был хороший широкий ремень. Блин, слушайте, забыла бренд реально. Вот, ну, я посмотрела, она столько маленькая, думаю, ну, вот такая цена вкусная, но она настолько маленькая. У меня туда даже 0,33 бутылочка с водой, ну, влезет, а больше ничего. Телефон, паербанк уже, ну, плотненько зайдет, если что-то еще туда захочу положить, даже там салфетки уже все нет, да, поэтому, очки тем более от солнца. Думаю, не, не, вообще, начала считать, думаю, нет, нет, совсем, посмотрела, думала, ладно, нет. Поэтому прошлась еще, посмотрела сумочки, были с кожи замы, но они вообще не вариант. Ну, в общем, неплохие девочки стояли, все выбирали светлые, приятные, разноцветные сумки. Там голубые, голубенькая сумочка мне одна понравилась, да. Кстати, да, а, ну, там тоже тоненький ремешок, или не тоненький. Еще-таки я забыла, пока мерила футболку, там еще была голубенькая сумочка за хорошую цену. И, по-моему, он был не тонкий ремень. Ну, ладно, ладно, пропустила. Что, теперь не побегу сейчас, да, уже все, выезжаем. Вот, тем более, я, ну, я помню, где она лежала, да, еще подумала, может, вот эта, ну, тоже она маленькая была, ладно, все, она была маленькая. Все сумочки, которые мне понравились, они были маленькие. Или надо мне привыкать к совсем малышечкам как-то, научиться в них что-то складывать, чтобы туда, ну, обычно, да, что туда нужно? Очки от солнца, туда нужно бутылочку с водой, это обязательно, особенно, когда жарко. Ключи, телефон, паербанк у меня обязательно, ну, да, и в нее уже это не влезет. Вот, поэтому, либо, знаете, маленькая сумка, и тут же у тебя какой-то рюкзак. Не, не помещается, ладно, а большие сумки мне не понравились, ну, не знаю, они какие-то, вот, знаете, либо вот малышки, либо совсем большие, либо каркасники, не то. Хотя выбор сумок огромный был, ну, не огромный, но они прям вот хорошие модели, такие современные, трендовые, прям, ну, супер. Значит, потом футболки были, джинсы всякие, кофты, такие довольно стильные, да, и недорогие, в общем, все товары. Ну, вроде, да, тоже, головой покивал, сказал, да, то есть, вообще, неплохой такой. То есть, с одной стороны, одежда, сумки и очки еще есть, а с другой стороны, парфюм, а потом еще прямо продуктовый магазин. И парфюм, кстати, очень по хорошей цене тоже, да, потому что, вот, в Стокмане, это просто цены какие-то, ну, вообще, нас знакомый попросил купить ему блюдо Шанель парфюм, и в Стокмане 50 миллилитров, именно парфюм, не парфюмерная вода, а парфюм, да, это духи. Сколько стоили? 130. 139, да, 139, а вот здесь, это 50 миллилитров, да, а здесь этот сколько стоит? 92. 92, представляется разница какая в цене, ну, такая, да, весомая, вот, поэтому, конечно, день и ночь, да, вот, поэтому... А, я еще слышала, ну, так как здесь паром эстонский, на кассе разговаривает по-русски, я подхожу, пытаюсь что-то говорить там на финском, на английском, она переходит на русский спокойно, говорит там то-то, то-то, она же слышит, что мы с Руди переговариваемся на русском языке, и она мне начинает говорить, пакетик вам надо, то-то, то-то, такая, то-то, вот, карты сюда, то есть все, спасибо большое. Все хорошо, все говорят по-русски, значит, и с акцентом все эстонцы говорят, да, эстонки. А, и вот, кстати, в парфюмерном вот этом ботике девушка русская, прям вот русско-русская, то есть без акцента разговаривает, а продавщица эстонка, она показывает парфюм, и русская девушка спрашивает, а парфюм оригинальный? Мне так смешно, то есть, типа, что это точно оригинальный парфюм, ну, боже мой, дьюти-фри, а в Европе, ну, ладно, там, да, Европа разная бывает, но если мы берем, ну, вот эти страны, ну, как бы быть не может, чтобы тут был парфюм неоригинальный, вот, и... Это мы настолько привыкли задавать такие вопросы, понимаете? Вот, и она такая эстонка такая, эстонка такая, эстонка такая, эстонка такая, конечно, оригинальная такая, то есть, видно, что она даже в шоке от такого вопроса, то есть, она брызгала, давала тестеры, показывала, и на русском с акцентом, вот, видели даже руку в кадре, вот, была ее рука, она тоже оттянулась с моей стороны, поэтому я отошла, потому что там просто, ну, все забито, вот, консультанты, их не так много, но... И они не пристают к вам, конечно, если только вы попросите помочь, и много очень клиентов, то есть, очень много людей, просто вообще все толкутся, толпятся, потому что, понятно, праздник, сегодня даже толком сесть, ну, места есть, но, как бы, все плотненько, плотненько, первый раз так прям совсем плотненько, потому что, во-первых, это не сильно поздно, во-вторых, завтра рабочий день в Эстонии, и все с праздников вот этих длинных, да, возвращаются, кто ездил в Финляндию, кто, может, куда-то летал, а в основном все полеты идут, даже не со Сталина не так много летает самолетов, в основном летят с Хельсинки, и поэтому, конечно, люди, может быть, куда-то слетали и возвращаются, да, и возвращаются паромом, и поэтому, ну, весь паром забит, но все так, очень много баров, очень много ресторанчиков, везде, где, везде можно хорошо поесть, сегодня полный штиль, и вообще, как комфортно на пароме было, я вообще люблю на пароме ездить, еще погода хорошая, и мы посидели на вот этом, как это сказать, на палубе, да, на палубе, конечно, хоть, чтобы было немножко потеплее, или я шапку не взяла, я не знал, что уже выпускают на палубы, потому что зимой, конечно, там все закрыто, чтобы люди не ходили, их не сдувало ветром, сейчас все уже, да, все-таки весна чувствуется, но очень приятно, люблю паром, очень-очень сильно люблю, во-первых, ты спокойно можешь пошопиться, потому что ты никуда не торопишься сходить по магазинам, походить, все померить, что тебе нравится, да, магазинчики небольшие, но все же, да, косметику посмотрели, все потестировать, на руки, на это, тестеров полно, их много, помад полно, была под сомнением, одна у меня помада, думаю, ну, я пожабилась, 35 евро она стоила, что я не готова была за нее отдать, я даже не помню, что за бренд, знаете, что мне не понравилось, цвет понравился, мне хорошо блестки были, перламутр такой крупный, знаете, вот, вот если бы мелкий перламутр такой, да, вот легкий был, такой персиковый цвет красивый, но вот этот крупный блестки, вот, и за 35 евро, думаю, вдруг она как-то не так ляжет на губах, на руки-то можно тестировать, на губах, конечно, нет, и много кремов разных люди наносят на руки, могут на лицо намазать, ну, в общем, ходишь по магазину, и вот так вот по одному, по другому, по третьему, очень много бижутерии, девочки меряют все вот это вот, я так посмотрела, сережки там неплохие были, я думаю, ну, ладно, бижутерии мне так полно, поэтому уже не знаю, что куда от нее деваться, хотя сейчас, да, знаете, я хочу сказать, что ювелирные украшения сейчас вообще мало носят, в основном сейчас на бижутерию все приходят, потому что, ну, я не знаю, почему, но вот так вот, даже, ну, а может быть, потому что в Европе сильно высокие цены на ювелирку, я не знаю, честно, не буду врать, но я знаю, что люди, даже у кого достаточно денег, они все равно покупают бижутерию, то есть любят вот почему-то бижутерию, не знаю почему, если вы знаете, ну, как бы, хотелось бы узнать, но, кстати, я подумала, я вам потом попозже расскажу, что я тут для себя решила, так вот, что-то мы еще паркуемся как-то долго, да, да, вот, ну, уже вечер, вечер-вечер, полдевятого, да, и, в общем-то, встретимся с вами в Таллине. Мы съезжаем с паром, а видите, уже темнеет, вот опять же такой рукав для тех, кто ходит пешочком, ну, то есть не пешочком, кто, вот смотрите, вот там вот такое здание, сейчас ближе покажу, в нем покупаете билеты и вот так вот проходите по рукаву, прямо на паром, а на машине, конечно, да, подъезжаешь и, опять же, в этот грузовой терминал, вот как машинки стоят, грузишься и поехал. Еще было несколько паромов чуть попозже, но было либо совсем поздно, либо дорого, поэтому соотношение цена-качество, мы всегда выбираем соотношение цена-качество, конечно. Мы, как все люди, экономим, стараемся, да, ну, как не совсем экономим, но я имею в виду, что стараемся смотреть, если один паром дорогой, потому что там, видимо, билеты разобрали, значит, надо посмотреть другой паром, а их ходит много, поэтому посмотрели один, другой, третий на какую-то скидку, я думаю, что, о, хорошо, нормально, все, окей, все устраивает, и время, и сам паром, да, вот он как раз, красавчик такой, вот, так что с него мы и приехали. Тоже сухо, солнечно в Таллине, смотрела прогноз погоды, так что у нас хорошая погода должна быть. Так, ну что, мы приехали опять в нашу любимую Санта-Барбару, да, в центре Таллина, старый Иван Наталин, наша любимейшая Санта-Барбара, отель с парковкой, с завтраками, ну, любим, обожаем. Так, где вход? Вот вход, да, а то я что-то как-то пропустил. Видите, вот красивое такое здание, флаги. Как всегда, эстонская, украинская. Да, ну, они поддерживают Украину, да, поэтому, в общем-то, хочу сказать, на рецепции, да, по-русски не говорят. Может, они и говорят, но не хотят. Вот. Один раз было. Один раз там женщина приносила чайник, все остальное время нет, ни разу. По-английски только, пожалуйста. Так, вот здесь вот мы видим тоже наполовину, украинский, наполовину эстонский флаг, это прямо центр. И вот туда чуть-чуть проходим, там мы пошли в Анна Таллина, то есть, вот, а здесь вот площадь независимости. И, кстати, вот здесь вот тоже же гостиница какая-то, да, вот это вот деревянное здание. Какая-то такая маленькая, мини-от... Не гостиница. Не гостиница, нет? А мне кажется, гостиница. А вот так вот чуть заворачиваем, и там тоже гостиница есть. Так, и вот, наверное, с этой стороны. То есть, здесь все в гостинице, потому что центр города. Чья-то парковка платная, а у нас вот прямо вот за угол, за решеточку и тоже парковка платная. О, не платная, точнее, а входит, то есть, закрытая парковка для гостей гостиницы. Она входит в стоимость, очень вкусные завтраки, прям в таком стиле, да, вот в этом вот как раз вот такой же камень, так все красиво у них сделано, очень приятно. Хорошие номера. Единственное, что в стандартных номерах мне не хватает чайника всегда. Я все время про это помню, только в улучшенных номерах есть чайник. И самая невысокая цена в центре Таллина. Вот это я просто всем пытаюсь сказать. Если кто-то когда-то сюда приедет, езжайте с Антой, посмотрите на букинги. Санта-Барбара всегда будет по очень вкусной цене с завтраком прямо в центре. Если вы с паром или откуда-то приехали погостить сюда, то очень выгодное предложение. Так, давайте смотреть. Это четвертый этажик. У нас 4,11. Да. Но слушай, каждый раз номер по-разному. Вот в этом номере мы еще не были. То есть они похожи, но они все-таки все разные. С разной планировкой. Давайте я вам покажу. Так, надо включить свет. Здесь шкафчик. И мебель разного цвета. Темная. Вот эта вот какая-то светлая. Такая средняя, точнее, была и светлая. Давай, хорошо. Так. Вроде пошел машину ставить. Так. Тут туалет. Обычно у них гель для душа. Он для волос и для тела. Значит, гель... Ой. Вот мне нравится, когда вот такой поребричек. Потому что сюда не затекает вода. Очень хороший душ. У них полотенчики всегда. Они молодцы. Но у них экономия, да? Здесь только мыло. Здесь для тела и волос все хватает. Кондиционера. Правда, нет. Если что, внизу можно купить. У них внизу есть полочка. Все продается. Девушка по-английски разговаривает. Так. Может, она разговаривает по-русски, но она не хочет. И здесь не хотят по-русски разговаривать. Так. Я прямо говорю. Ну, не знаю, почему. Ну, в общем... Ну, точнее, догадываюсь. Точнее, знаю. Ладно, давайте так. Вот. Я их понимаю. Так. А Эстония. Расговаривайте либо на эстонском, либо на английском. Пожалуйста. И вот. Ну, они, по крайней мере, всячески пытаются на английском. Даже если я очень плохо понимаю, например. Они пытаются всячески показать пальцами. Так. Значит. Какие-то книжечки. Сейф есть. Мы обычно не пользуемся. Вот даже какая-то еще... Это губка для обуви, да? Надо же. Пакетик мусорный. Щеточка для одежды. Так. Полы. Полы. Помните, у них всегда полы с ковролином. Здесь ковролина нет. Это первый номер без ковролина. Такой. Хотя тепло. Кровать сдвоенная. Двуспальная. Но можно раздвигать, я так понимаю. Вот. Так. Стулик. Обычно у них вот здесь вот какие-то полки. Здесь нет. Также телевизор. Я сейчас попробую вот так вот показывать. Также вот стульчик такой же. Здесь есть стол. Вот такой вот тумбочка. Так, тумбочка. Это бар у них. Три евро вода. Воду мы обычно берем. Всегда в Эстонии вода не такая хорошая, как эта. Баром мы не пользуемся вот этим. Тут чипсы, алкоголь. Для алкоголя мы не пьем. Чипсы. Да нет, в принципе. Хотя вот здесь прайс написан. Но я чипсы не брала никогда у них. Ну, как-то и не хотелось. Так. Значит, полочки. Полочки обычные. Очень приятные матрасы. Телевизор мы никогда не смотрим. В общем, телефон. И сейчас я покажу, куда окна открываются. Это тоже меня спрашивали в комментариях. Вообще открываются ли окна. Да, вот, пожалуйста. Сейчас, кстати, оно на микропроветривании стоит. Потому что, видимо, вот его закрыть надо. Ой, извиняюсь. Закрыть надо будет. Потому что... Вот я закрыла. Видимо, тут убирались, может быть. Так, вон Руди приехал. Вот так вот сейчас покажу. Вот, да, вот на парковку. У нас как раз вид на парковку. Тихий двор. Спокойное место. Парковка закрытая. Забором огороженная. Въезд по... Талончиков, хотел сказать, по документам. Номер достаточно просторный. Я была в шоке. По-моему, отель «Три звезды». Да, но я была в шоке. Я думала, четыре, честно. Потому что и расположение, и всё. Мы сюда приезжаем поздно. Всегда хочется по Таллину погулять, по Ванну Таллину. Но всегда поздно. Ладно, зато мы сегодня погуляли по Хельсинки. Так что всё хорошо. Всё, раздеваемся, раздеваемся. Завтрак у нас прекрасный. Входит в стоимость.